Как и известно, герои этой рубрики отвечают на самые разные зрительские вопросы из почты, интернета, а также из записок, что приходят на концертах. Сегодня это предстоит... Сына, что-то голос какой-то мне не нравится, твой голос какой-то, он у тебя слабый, сына. Сына, ты сегодня кушал, сына? А-а-а. Ну и чем тебе эта лохудра кормила, Сюня? Сына, яичницу жарила, у-у-у, ты погляди, а-а-а. И получилось? Са скорлупкой? Слава Богу, не с опилками ты. А на обед шо? Пюре? Ай, ты глянь, прямо не жена, шеф-повар ресторана Макдональдс. Я тебе так скажу, золотые у твоей жены руки. Только растут не из того места, сына. Алло. А доча, доченька, доча радость моя. Здравствуй, доча, здравствуй. А, как ты там, доченька? А, устала? А, чё такое? Всё время просит есть. О, кошелот. Поведи его траглодита в цирк. Пусть он посмотрит, сколько собачка за кусок сахара бегает. А ещё лучше поведи его в зоопарк. Там вообще написано, зверей не кормить. Доча, ну, 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 ну жарим у яичницы. Ну, яичко разбей, я же тебе учила, доча. Жарила? Ну, и чё он тогда хочет? Ой, ты погляди Ты погляди на него Ой, я не могу Ты, шкарлупка попалась Что он там бухтит? Куда он там собрался? В какую такую сауну с друзьями оттянуться? Не пущай! Я тебе говорю, не пущай Знаю я эти порылки Там мужики все успевают, кроме помыться И такой тайский массаж, что худеет, только кошелек Говорила же ей, предупреждала Зачем тебе этот гиббон? Как разве послушает мать родную? Ой, мама, да как же, да он самый лучший Ой, мама, полететь он спортсмен Он бодибилдингом занимается Ой, куда там? Занимается бодибилдингом Занимается бодибилдингом Бодибил Алло, свекрёшься на трубе Сын, это ты что ли? Так не узнала, потому что голос такой загробный Что такое случилось? Поссорились? Слава Богу Я говорю, в чём причина? В баню не пускай Вот стерба Да другая бы молилась, что мужик у неё частюля А я тебе что говорила? Я тебя предупреждала с самого начала Зачем она тебе нужна, эта лакудра? Ну, что она тебе хочет? Как и и Гавайи Отдохнуть хочет? Ой, ты глянь, устала Пусть постирает лучший отдых Лучший отдых это Гавайи А в тайгу она не хочет Комары, палатка, медведи, баунти, отдыхай Алё, мать на проводе Да, доча, твоя мать Шо такой голос? Я не поняла, шо за слёзы Шо он там с собой делает? Не пускает в круиз А шо предлагает? К бабке в тюмень? А за полярным кругом у него никого нет? Ну вот, Света, а теперь вопрос, который я нашла в интернете Артистка Рожкова обожает подкалывать на сцене тёщ и свекрови А недавно она сама стала тёщенькой Интересно, как ей эта роль в жизни? Да нормальная роль, нормальная Подожди, подожди, Света Я с ней справляюсь Подожди, это ещё не самое смешное Дальше читаю Не из тех ли она тёщ, про которые говорят Увидев будущую тёщу, жених потребовал самоотвод Так какая же из тебя, Светочка, получилась тёщенька? Ну, во всяком случае, не как в известном анекдоте Когда дочка приходит к маме и говорит Мама, всё хорошо Вот вышла замуж, ну всё хорошо Но мой муж не любит собачку Ну я не знаю, что с этим делать Мама, ну не любит он собачку Мама говорит, успокойся, доченька, есть выход У тебя есть два варианта Или отравить Или усыпить Доченька говорит, мама, кого? Она говорит, доченька, у тебя есть два варианта Света, а интересно А что бы ты посоветовала дочке? Какой вариант выбрать? Своей дочке, а? Честно? Да Доченька, поверь мне У тебя ещё есть два варианта Два Света, а если серьёзно? Ну если серьёзно, у нас нормальное отношение с зятем По одной простой причине мы, ну крайне редко встречаемся Крайне Или по великим праздникам Или когда у кого-то возникает в этом такая большая потребность А интересно, у кого чаще возникает в этом большая потребность? То есть у тебя иллюзия, а? Ну конечно у меня Конечно у меня Да я вам больше скажу Ну? Она эта потребность, только у меня и возникает Почему? Ну я же тёща, мне же всё надо Мне всё надо знать Мне во всём надо участвовать Мне всё надо проверить Мне всему надо научить Так оказывается, Света Ты из тех тёщ, которые обожают 24 часа подряд учить зятя, как надо жить Да нет, нет 23 Света, ты никогда не хотела жить с дочкой Ну и зятем, конечно, вместе Ну в одной квартире, большой семьёй Нет, 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 боже упаси, нет Я всё-таки считаю Ну я считаю, что молодые должны отдельно жить Это и семья крепче И тёща здоровее, между прочим Фух, теперь, Света, мне всё ясно Ты знаешь, из каких ты тёщ, а? Ну из каких? А? Ну из каких? Ну интересно Ты из тех самых тёщ, про которых ты мне сама перед съёмкой рассказала анекдот Это когда два друга встречаются? Да, да Рассказать? Ну давай Ну вот два друга встречаются Один у другого спрашивает Петя, ты знаешь, как по-английски будет Тёща на всё лето уехала на дачу Он говорит Вася, знаю Ес Один вопрос только А вот интересно, Света Твой зять, если бы ты уехала на дачу, что бы сказала? О, он бы сказал Ес, ес, ес Ладно, ладно Ну я, конечно, знаю, что ты человек занятой У тебя чуть ли не каждый день На самом деле и концерты, и съёмки, и репетиции Есть такое дело И всё же, и всё же Как часто ты всё-таки видишься с дочерью и с зятем? Ну, как только они кушать захотят, так мы и видимся Ах, часто не хотят кушать, а? Ну как уж, как нормальные люди три раза в день То есть видишься ты с ними очень редко, да? Да, да Каждый день практически По несколько раз? Да Вернёмся к нашим вопросам Сразу говорю, что вопрос этот гораздо серьёзнее первого Задаёт его Картяев Н.И. из Тюмени Здесь, кстати, немало добрых слов Твой адрес как актрисы Тебе потом письмо передам Приятно Да А вот что касается вопроса, то он такой Сейчас огромной популярностью пользуются спектакли В которых вместе играют эстрадные артисты и драматические А вот Светлана Рожкова в таких антрепризах почему-то не участвует Неужели ей не хочется попробовать свои силы на театральной сцене? Что ты ответишь Картяеву Н.И.? Ну, во-первых, я уже свои силы пробовала на театральных подмостках Это когда? Подожди Ну, правда, это давно было Это был непрофессиональный театр Это был народный театр Была когда такая форма творчества И люди после основной работы Это в Кисловодске? Да, они приходили и становились артистами на какое-то время И в этом народном театре Я тогда была совсем маленькая девочка У меня роль была Такая достаточно серьезная Я в массовке Играла воина А такой был спектакль на историческую тему Последняя сцена сражения Она предполагала, что все вот такие положительные воины Они все погибают Но погибая, они как бы падают друг на друга Понятно, это задумка такая была Ну, такая задумка Да, огромная такая получилась гора из человеческих тел И в этой горе как раз таки и я находилась А после этой батальной сцены выбегал актер И он должен был произнести только одну фразу Где граф? Но повторить ее два раза И эта роль, малюсенькая ролька со словами Она досталась артисту Который до этого никогда не имел никаких ролей Вообще со словами И он, конечно, волновался Он и переживал, он и мучился Он и придумывал Он хотел на себя обратить внимание И я хочу сказать, что по большому счету Ему это удалось Потому что он начал произносить эту фразу На премьере спектакля Грассируя Вот что он для себя такой Может быть он подумал, что он француз Француз, да Или у него какой-то дефект речи Вот Но он начал эту грассировать Смешно это было очень Когда он Где граф? Где граф? И что, громко он? Громко Я когда это услышала То я не знаю, какая муха меня укусила Но я почему-то начала ему в тон Из этой кучи человеческих тел Так громко шептать на весь зал Он мертв! Он мертв! Ну, в общем, реакция в зале примерно вот такая была И чем закончилась? Ну, спектакль в конец Закончилась занавесом И меня выперли из театра В общем, попросили навсегда Ну, мне определили вообще место в цирке После этого спектакля В общем-то, они правы были Ну, в общем-то, да Цирк, эстрада Но я все-таки пошла на эстраду Я не пожалела ни одной секунды Не жалею до сих пор Потому что эстрада это мое И о театре ты не жалеешь? Ну, я не жалею Ну, конечно, если бы мне предложили Какую-то такую интересную роль Безусловно, я бы согласилась Ой, Света, ты знаешь, чего я боюсь? Я боюсь, что скоро все наши артисты Эстрадные артисты Уйдут в театр Смотри, Лена Воробей Уже в театре Ну да Да если бы она одна В антрепризах играют уже Клара Новикова Коля Лукинский Пономаренко Дроботенко Да, братья Пономаренко Так что вопрос Кто следующий? Вот видишь? Ну, вы знаете На самом деле Я просто считаю Что на базе аншлага Надо сделать такой спектакль Очень интересный Комедийный И все обратно вернутся Есть такая идея Опоздала, да? Да, есть Но пока они еще рановато Сообщать всему свету Так что Да, да Давай-ка лучше вернемся К нашим вопросам Давайте Свет, вот эта записка Она адресована мне Но ответить на нее можешь только ты А вопрос здесь сформулирован Света, супер лаконично Читаю Скажите Кто придумывает рожковые номера? Она сама или? Или Или Но иногда она сама А чаще? Ну, конечно, автор Конечно, профессионалы Но Вы знаете Вот жизнь Такая интересная штука Она Профессионалам Иногда Да зачастую Подбрасывает Какие-то интересные сюжеты И вот у меня есть Специальная книжечка Я все интересное Что со мной происходит Что происходит С моими детьми С друзьями Я все Это интересное Эксклюзивное Я в эту книжечку записываю Так, для памяти А потом? Потом Авторы читают Что-то у них рождается Или Если у авторов не рождается Я какие-то истории Просто рассказываю Зрителям со сцены Ну, это как-то так оживляет Концертную программу Мне совсем недавно Мой ребенок У меня двое детей Старшая и младшая Вот младшая Как раз из школы Принесла эту историю Она говорит Мать, это в твою книжку Запись в дневнике В ее? Нет, не в ее А в дневнике соседа по парте Обзывал учителя Кличкой Собаки-девочки Слово из четырех букв Вы поняли, да? Нельзя это слово из четырех букв Было просто написать в дневнике Ну, вот так вот решил учитель Что надо как-то так вот Интеллигентно Ну, это не единственная история Подожди, подожди Ну, кстати сказать Эту историю надо автору дать Какой-нибудь твой монолог Наверняка можно ставить Безусловно, школьница У меня же есть конкретная такая Деваха Она все что угодно может сказать Она может даже конкретно обозвать Вообще-то у Мары и у Ваны Да, четырьмя буквы Ну, это не единственная история На самом деле Вот после концерта Пришел человек за автографом Ну, во-первых Вот надо его описать Просто, это знаете Такая северная народность И он подготовился К этому моменту К автографу Он пришел с фотографией И автограф Просил стоя на коленях Господи Да Ну, это я первый раз такое слышу Вот так Вот так вот Я прям даже Да, можно гордиться Горжусь этой историей Но я у него спрашиваю Я говорю, ну что написать Он говорит, напишите Сереже с любовью Я говорю, Сережа Все что угодно Сереже пишу с любовью Он говорит, нет 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 Напишите Напишите лучше Напишите Сереже И всему чукотскому народу Вот так Ну, точно Автору это не придумать Ну, не придумать Только жизнь Можно такое сконструировать А историю, которую мне подарил Игорь Косилов Ну, это бабка Который цветочек Это история из его жизни В общем, у него Есть или был Знакомый дедок Ну, такой Типа дедщукарь Ну, человек Вот Который все время На веселе Любит врать Рассказывать какие-то истории И с которым все время Что-то происходит И такой он Немножечко такой Потрепанный Неряшливый Шишок такой Время Наше социалистическое прошлое Он куда-то поехал На поезде Взял билет Поехал И А время-то Тогда было такое Не всегда Билеты можно было достать И проводники Пользовались Этой ситуацией И брали Безбилетников Провозили Зайцев Прятали зайцев Ну, какую-то денежку Они там с них имели А прятали от ревизоров А те за ними охотились А те охотились Конечно Вылавливали этих зайцев Штрафовали Выгоняли с работы прородников Ну, в общем Такая была карусель И вот этот дедок Едет в поезде Он же купил билет Он купил билет Все как положено Купе Просто Ну, первое путешествие в жизни И он, значит Проводы были, естественно Он захотел пить И пошел к Титану Со своей кружечкой И тут проводница Она влетает Ей там На пятки наступает Уже ревизор И она видит этого деда Ну, явно Явно безбилетник Потому что такой вид Затрапезный Возле Титана Испуганные глаза На нее смотрит Она говорит Так, дед, быстро Быстро Давай сюда Давай я вас спрячу Я не поняла А что, она Не знала, что У него билет есть? Нет, ну Она думала Наверное, ее напарница Взяла безбилетника И он вышел Вот сейчас к Титану Ей не сказала И поэтому такая история И она на него набросила Тоже как коршун Она его чуть линии Вообще не зашкварник Схватила Дед ничего не понимает Куда спрячу Давай быстрее Дед, прячься Я тебя прошу Я тебя умоляю Дедушка Ну давай скорее Скорее давай Открывает холодильник Лезь туда Лезь Дед ничего не понимает Зачем мне Лезь туда Я тебя прошу Ради моих детей Пожалуйста Ну, дед с этой кружкой Залез в этот холодильник Она его захлопнула Все, ждет ревизоров Ревизоры пришли Дед ничего не понимает Сидит тихо В этом холодильнике С этой кружкой И вдруг открывается Значит Холодильник Ревизор Ага Безбилетник Вылезай Все Будем ссаживать с поезда Стоп-кран Тебя из работы Быстро Дед говорит Да нет У меня есть билет Он говорит Как у тебя есть билет Как у тебя есть билет Он говорит Да нет Вот билет Пожалуйста Мой билет Протягивает Читайте Вот купе Место Все как положено Этот смотрит Естественно На деда А что ты туда залез В холодильник В холодильник Он говорит Ради ее детей Ну Света Это история Интересная история Из разряда Нарочно не придумаешь А если еще Немножко чего-нибудь Придумать Добавить И прибавить То получится Эстрадный номер Настоящий Все истории Они из жизни Они не с потолка Ну что ж Света Я благодарю тебя За беседу И конечно же Желаю Чтобы жизнь Как можно чаще Подбрасывала тебе Веселые истории Для номеров Спасибо Ну а сейчас Сейчас дорогие мои Давайте посмотрим И послушаем Один из лучших На мой взгляд Номеров Светланы Рожковой Тема которого Заметит Тоже взятание С потолка А кстати Света Кстати о потолке Ты Случайно не планируешь В ближайшее время Заняться Ремонтом квартиры А? Я? Да Ремонтом? Да Да вы что Да боже упаси Нет Не в ближайшее Это катастрофа Это вообще Спокойно Спокойно Я и так Уже поняла Что у твоего монолога Ремонт В ближайшее время Продолжения не будет Не 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 Точно Дело в том Дорогие мои Что этот номер О ремонте Появился В репертуаре Светланы Рожковой Сразу после того Как она дома Сделала ремонт И все ее впечатления О собственном ремонте Ощущения и эмоции В этом номере Да этот номер Вообще написан Не чернилами А моей кровью Но может именно Поэтому Света Он и получился Таким смешным И одновременно Таким правдоподобным В нашей передаче Светлана Рожкова С монологом Ремонт Я спокойна Я совершенно спокойна У меня все хорошо Это самый счастливый год В моей жизни В этом году В моей квартире Сделали ремонт Убила бы этих строителей Так Я не думаю о плохом Я йог Я живу по системе йогов Я дышу по системе йогов Система йогов Это такая гимнастика Для успокоения нервов Которую придумал человек Которому в квартире Сделали ремонт Все, я забыла это слово Я в позе зю Я ничего не помню Я вообще не помню ничего Господи, как я могу забыть Как я могу забыть О том, как они мне в кухне Кафель положили Вся кухня в кафеле Пол, потолок, стены, мебель Даже в холодильнике Кафель Или колбасу Сегодня утром Оторвала Четыре вагона Четыре вагона Дорогущего итальянского Кафеля На шесть метров Кухни Кафель итальянский Дорогущий А сегодня одна кафелина отпала Читаю на обратной стороне Кирпичный завод Город Барнаул Ничего Я все равно люблю людей Я всем людям в мире Желаю добра Всем добра Всем людям на земле добра Строителям два добра Пусть они захлебнутся в этом добре Как все хорошо начиналось Накопила денег Захотела сделать ремонт В своей хрущевке Позвонила в немецкую строительную фирму Договорились На следующий день пришли немецкие строители Профессионалы В халатах В халатах В халатах В тюбятейках Салям в алейку Хозяйка деньги давай Я не вспоминаю о плохом Я в позе дерева Я дуб Я самый дубовый в мире дуб Дубина С голыми ветками У меня на ветках совершенно нет зелени Вся моя зелень в карманах халатов строителей Ничего Я дуб зимой Зимой у дубов нет зелени Они ничего не помнят Да вы не помнят А я помню Как я могу забыть о том Что эти рапшаны мне окна заштукатурили Живу как крот в могиле Ничего не вижу Ванну на балконе стоя установили Стенку снесли между залом И коридором Господи, зал есть А стенки нет Каждые пять минут лифт приезжает Салям алейкум И самый главный бой Газ идет в Германию В обход Украины через Таджикистан Я плачу по счетчику Господи, зачем мне это надо было Ну зачем мне нужен был этот ремонт Вот моя подружка Люська Умнее поступила Накопила денег Поехала отдыхать в Египет Спокойненько там Покупалась в море Спокойненько Позагорала Спокойненько Посмотрела пирамиды Потом так же спокойненько Перевернулась в автобусе Господи, как она плакала Когда первый раз в зеркале увидела Свою Вставную челюсть Она плакала до тех пор Пока не увидела Мой ремонт Теперь она смеется И снова собирается В Египет Господи, что же мне теперь Со всем этим делать А устрою в своей квартире кабинет Психологической помощи Пережившим катастрофу И буду помогать людям И через какое-то время Эти люди скажут Спасибо вам Немецкие строители Рахмат вам Иссалям Лукум